Паровозный гудок и вот он, поезд победителей. Как их ждали в 45-м, на каждой станции, в каждой семье. И сегодня полное погружение в атмосферу послевоенного мирного города. Песни и танцы у вагонов теплушек. Исторический состав можно рассмотреть вблизи и убедиться. Все точно как в 40-е. Вот если посмотрите старые фотографии в архивах, когда солдатики возвращались с фронта, вот именно на таких паровозах, примерно точно так же даже украшенных, и ехали вот эти победные эшелоны. Мария Шкариненко вспоминает свое военное железнодорожное прошлое. Был и концлагерь, но выжила и работала. Работала в 45-м Краснодарский край, станция Синайя. Вот. Стояла на вахте, когда проезжал Сталин. Верховный главнокомандующий следовал тогда на Ялтинскую конференцию. Все шло к победе. 660 тысяч человек из нашей области воевали на фронтах войны, и больше половины домой не вернулись. На сегодня мы абсолютно четко понимаем, что было и что произошло. И наша с вами задача сохранить эту память в наших сердцах, в наших душах, и чтобы наш детворот, который здесь присутствует, это не забывал никогда. И тому пример, наверное, строительство памятника мемориала Миловский фронт, памятника мемориала Сабэкские высоты. Сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину, огонь, огонь. Мой дедушка Петр Позняков был призван из Ростова-на-Дону кировским военкоматом. И в 41-м году, летом 41-го года ушел на фронт и погиб в 43-м году в Сталинграде. Меня назвали в честь него. На перроне станции Ростов-Главный мы встретили и тех, кто прошел военными дорогами, и тех, кто знает о них по рассказам и фильмам. Все вместе словно вернулись в 45-й и встретили самый долгожданный поезд Победы со своим родным человеком. Галина Белоусова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.